Друзья, Путин впервые прокомментировал итоги выборов в США. Путин заявил о готовности к контактам с Дональдом Трампом. Он сообщил, что не считает зазурным самому позвонить Дональду Трампу, но объяснил, почему этого не делает. Более того, Трамп уже сделал заявление, он не исключает разговор с Путиным. Думаю, что мы поговорим. В любом случае, Путин сделал заявление, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но на базе Стамбула. И реалий сегодняшнего дня. Ну а Мэтью Миллер, спикер Госдепа, сделал заявление, что США поддержат Зеленского, если он решит пойти на мирные переговоры с Россией. Все это мы обсудим с one and only известной журналисткой Олеся Батсман. Олеся, приветствую тебя. Привет, Даша, рада тебя видеть. Предлагаю сразу начать с просмотра заявлений Путина. В инаугурации позвонит вам и скажет, Владимир, давай встречаться. Вы знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Означает ли это уже, Олеся, что Путин, в принципе, готов встретиться с Трампом вплоть до инаугурации его? О чем, кстати, все пишут? Тут не вопрос, к чему готов Путин. Он, может быть, к многому готов. Вопрос в том, к чему готов Трамп. И какая картинка мира у Дональда Трампа в отношении как раз войны сегодня будет. И, конечно же, для Украины наступает очень, я бы так сказала, полное на события время, на большие и динамичные быстрые события. Но мы пока не понимаем, с каким знаком эти события для нас будут. Конечно, мы надеемся, мы рассчитываем, что все будет хорошо. И я тебе хочу сказать, что да, вот с одной стороны я слышу, я анализирую, я вижу много опасений по поводу того, что Трамп попытается закончить войну, но закончить ее не на условиях Украины. Плюс к этому есть еще позиция некоторых членов его команды, в том числе того человека, который будет вице-президентом, который открыто говорит какие-то очень антиукраинские вещи. Но, с другой стороны, ты понимаешь, и тут давай вот рассуждать, с другой стороны мы видим других членов его команды, которые представляют вот такое рейгановское республиканское крыло, и которые были все это время, кстати, настроены еще более решительно против Путина и за помощь Украине, чем даже администрация Джо Байдена. И они об этом говорили, они критиковали демократов за это, в том числе вот такой человек, опытнейший в политике, как Майк Помпео. Я об этом знаю из первых уст, потому что Дима Дмитрий Гордон там вот в последнее время сделал два или три интервью с ним. И те вещи, которые он говорил, причем мы же обсуждали с ним не только его личную позицию, как политика, как экс-главу ЦРУ, экс-секретаря, то есть человека с такой биографией, которая имеет влияние на Трампа. Большое, кстати, влияние. А мы обсуждали с ним именно то, а что Трамп будет делать, если он придет к власти опять. И он абсолютно четко говорит, нет, послушайте, никто Украину не сдаст, наоборот, Трамп вот то-то, то-то, потому что это не в интересах Америки. Но это логично, как это звучит. Плюс, кстати, там сейчас многие западные СМИ написали, что Помпео получит должность в команде Трампа, в том числе ему одни из таких, знаешь, слухов, которые ходят, говорят о том, что он будет министром обороны. Ну, это, кстати, очень хорошее, очень хорошее назначение для Украины. Плюс говорят еще о нескольких персонах, которые, опять же, для Украины были бы очень хороши, потому что, ну, я имею в виду, вот в контексте войны, которую против нас ведет Россия. И тут, знаешь, давай, это мы сейчас как бы такой анализ команды, анализ того, что они говорят, а Трамп – это человек порыва, человек поступка, человек импульса. И давай с точки зрения вот психологии его характера и того, как могут складываться отношения у него, потому что часто его поступки – это продолжение каких-то личных отношений, впечатлений и просто эмоций, потому что об этом мне, опять же, многие из команды Трампа говорили, то есть не демократы, а из команды Трампа мне говорили о том, что, знаешь, ну, если честно, вот мы не знаем, что он скажет завтра, потому что вот сегодня мы его видели, он говорил вот это, но смотря кто зайдет к нему еще до конца дня, и поэтому вот с каким настроением он встанет, плюс на него может влиять вплоть до того, что вот он включил там телевизор или открыл соцсети и что-то увидел, и вот, ну, очень сильно проникся этим, да, вот, и получилась какая-то эмоция, он отреагировал, и вот импульсивно может отреагировать. Так вот, я хочу вспомнить, да, и наши зрители наверняка тоже это помнят, когда Трамп победил, стал президентом США впервые, в студии у Скобеевой открывали и пили шампанское, они говорили, победил наш Трамп, наш Трамп, они говорили, пришел к власти, теперь наш президент Америки, наш Трамп. Ну, знаешь, так стремно было это слушать, если честно, тогда, думаю, ох, но прошло буквально совсем немного времени, там, мне кажется, что через несколько месяцев это началось, и буквально со всех федеральных российских каналов на Трампа полилась грязь, потому что не оправдал он ожидания, оказался совсем не наш, не их, я имею в виду, да, как они говорили, а оказался он американский, и он про Америку, а не про то, что российские интересы, как они считали, он должен почему-то отстаивать, понимаешь? То есть, если говорить вот сегодня, когда многие говорят, что ну вот у него хорошие отношения с Путиным, вот он там, он сдаст Украину Путину, и он там, слушай, но оно не получается так, оно не выглядит так с точки зрения, вот смотри, давай дальше анализировать, Трамп вопрос Украины сделал одним из главных своей предвыборной кампании, и он об этом говорил, он вынес это все на такой уровень, что он не может эту ситуацию уже дальше заболтать, конечно, он ее будет решать, но вопрос в чем? Он же говорит, я сделаю звонок Путину, я сделаю звонок Зеленскому, в общем, я скажу вот так или вот так, а если нет, то вот так, тут вопрос в том, что, понимаешь, два человека, которые оба, я имею в виду и Трампа, и Путина, претендуют на роль таких себе, ну, вожаков или альфа-самцов, зачастую не начинают соперничать, то есть дружба там, если она даже и пытается где-то начаться, на чем-то вырасти, она очень быстро заканчивается, потому что им всегда тесно друг с другом, и вот в этом смысле, даже с точки зрения психологии и характера, большие шансы на то, что они не услышат друг друга, и Трамп то ли вынужден будет это сделать, то ли просто так будет складываться ситуация, да, то ли он сам захочет, Трамп покажет всему миру, что, кто в доме хозяин, понимаешь, потому что иначе он же понимает, как это все прокомментирует, проинтерпретирует и как это будет выглядеть, если только он, жертвуя украинскими интересами, попытается сдать Украину Путину, то Америка не великая основа, как он говорит, make America great again, но это уже не сверхдержава, значит, он отдает этот приз, этот кубок, медаль эту вешает на шею Путину, понимаешь, и, а он это очень хорошо понимает, он понимает, что такое картинка, что такое интерпретация, как это все можно распиарить, как это все выглядит, и это, опять же, ну не в интересах, не в национальных интересах Америки, потому что в ее интересах быть великой снова, поэтому у меня есть такой, ну знаешь, как сдержанный оптимизм, наверное, я бы сказала, по поводу того, что и как сейчас будет происходить, потому что одно дело, это когда человек находится в предвыборной кампании, другое дело, когда человек уже победил, тем более, ну, это такая потрясающая биография, вот если так посмотреть на Трампа, да, разобраться, проанализировать, а я не знаю другого такого человека, который бы, ну вот, друзья, давайте, вот сейчас мы понимаем, да, президент Америки, президент самой сильной страны в мире, Дональд Трамп, второй раз, но давай, я не буду даже вспоминать его биографию с точки зрения того, сколько он банкротств пережил, то есть это человек, который оглушительно падал, когда думали, что он не поднимется, там шесть или семь банкротств, ну это просто там люди после первого уже все, не поднимаются, они растоптаны, раздавлены, их больше нигде нет, а он такое количество, и опять взмывал, я сейчас возьму вот свежую его самую историю, давай вспомним, попытка штурма, захвата Капитолия, огромное количество уголовных дел на Трампе, лично на Трампе, грозит на несколько пожизненных там тюрьмы, отвернулась большая, большая часть вообще команды, давай опять же вспомним, отвернулась, ушли, остались там самые близкие, семья, еще кто-то, никто из аналитиков, самых серьезных западных медиа, СМИ, политтехнологов, вообще рядом не хотел стоять, и все говорили, ну какой Трамп, Трампа все, нет, нет Трампа, вот он сейчас разве что в наручниках, на скамье подсудимых, в тюремной камере, причем обвинения же разные, мы же помним это все, начиная от налогов, сексуальных скандалов, попытки захвата власти, ну ужас, да, и он объявляет о том, что он собирается идти в президенты, ну реакция какая, опять же давайте, вот сейчас, ну это же все можно поднять, заголовки посмотреть, реакция какая, у всех прогнозистов, да, ну так хи-хи, ха-ха, да кто, да, все так на него смотрят, у него нет шансов, республиканская партия никогда его не выдвинет, он никогда не сможет, даже просто кандидатом от них стать, и после этого всего, после, после того, ты помнишь сколько там, а он пошел, ау, там удалили аккаунты во всех соцсетях, там его туда-сюда, тут отменили везде, а он вопреки пошел и начал, да, там интервью Тайкеру Карлсону, когда тоже столько критики, столько, зачем на эту аудиторию, а он не важно, причем он же не слушал, что интересно, вот я же, ну там, я разговаривала с людьми из его команды в том числе, они говорят, слушай, ну он сам себе политтехнолог, главный политтехнолог это он, то есть он не слышал, ну он может выслушать, но у него в голове всегда свое кино, и он всегда лучше знает, как заявить, как что сделать, эти все постоянные скандалы, слушай, а сколько покушений, даже, ну вот то, что он пережил, это же реально, это реально такое везение, да, когда пуля просто просвистела, ну в миллиметрах, в миллиметрах, и после этого всего, вот сейчас, это президент Америки, понимаешь, то есть это вопреки настолько, что после этого, конечно, опять же, экзитполы, да, вот давайте, давайте посмотрим, друзья, экзитполы и опросы, которые были, ну практически все с маленьким, но перевесом, перевесом отдавали предпочтение Харрис, и говорили, она будет президентом, единственное, кто не ошиблись, это букмекеры, кстати, уже много лет подряд, вот за букмекерами, друзья, всегда наблюдайте, потому что практически не ошибаются, но, опять же, и по букмекерам писали же о чем, и анализы были там, и, ну, прям показывали на примерах, что, мол, тоже там была как чуть ли не подтасовка, ну почему, потому что большие просто ставки пришли в последние дни, там и по 30 миллионов делали, и так далее, что типа вот это тоже попытка повлиять, а нет, оно все вот так сработало интересно, ты понимаешь? А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга, вот такая, такая, и вот такая, и вот такая, и еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп», а еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Теперь самый главный вопрос – как Трамп закончит эту войну? Олеся, давай порассуждаем, потому что то, что написала Wall Street Journal, советники его и Помпео, и другие, они предложили ему вплоть до заморозки конфликта, создание демилитаризованной зоны. Это вот я читала вчера в Wall Street Journal, наверное, «Весь мир». И тут главное, чтобы, если мы говорим об окончании войны, это было на условиях Украины, потому что уже Путин отозвался на клич, сказал «Я готов встречаться». Ну, я тебе еще раз говорю, что тут у Путина особо никто не спросит, потому что если по-серьезному Трамп захочет воплотить в жизнь свой лозунг «May America Great Again», то давай посчитаем мощь и потенциал военный российский и американский. Я сейчас даже не беру, там другие страны НАТО, а просто потому, что они имеют по количеству техники, по количеству денег, по количеству технологий военных, по контингенту и так далее. Поэтому вот у Трампа есть реально историческая возможность, это его возможность, его способность, его шанс, чтобы стать действительно самым большим миротворцем и показать агрессору его место и поставить агрессора на место, и тут, кстати, я не помню, но кто-то уже об этом сказал, что тут, конечно, если он придет к справедливому миру, то он получит Нобелевскую премию мира, а это, кстати, отличная, отличная для него мотивация, как для человека амбициозного, как для человека, который любит, ну, такие, знаешь, символичные вещи, символичные шаги и признание, оно бы было заслуженным, это как раз отличная мотивация, потому что, ну, что тебе сказать, ну, мы рассуждали по поводу Джо Байдена, ну, вот у него есть ведь время до 20 января войти в историю, как к самому большому миротворцу, получить эту Нобелевскую премию мира, иначе сейчас что, уходит на пенсию, на политическую пенсию, ну, с позором, давай вещи свои называть, в Афганистане и с абсолютно нерешенной ситуацией с Украиной, когда Россия терзает, продолжает терзать каждый день, каждую ночь Украину, понимаешь, и шансов на то, что Байден за этот период, пока он еще ведь президент, действующий президент, сделает какие-то шаги, ну, 5%, 4%, 3%, я не знаю, но они маленькие, они очень призрачные, потому что, ну, честно, они все больше тают и тают. Трамп буйный. Трамп как раз тот человек, который имеет в голове, вот, какое кино он имеет. Понимаешь, когда Wall Street Journal пишет, они это пишут, пообщавшись с разными людьми, которые, кто-то с ним общался, кто-то так думает, кто-то еще что-то. Во-первых, они с ним не говорили лично, а во-вторых, вот я думаю, что там будет решение приниматься, знаешь, как, вот сейчас это прозвучит, ну, нелогично для наших зрителей, потому что, как это? Это большая политика, это вообще самая большая политика. Это же значит, там, на 10 ходов вперед, это когда что-то делается, садятся там умные головастики, люди, которые просчитывают последствия, финансовый, там, потенциал, ну, на годы вперед. А вот как бы многие просто, ну, кто-то разочаровался, кто-то удивился, узнав, что в большой, в самой большой политике часто решения принимаются на основе вот того, что я сказала раньше, начиная. Это от того, с какой ноги ты встал, что у тебя сегодня заболело, что ты увидел, кто тебя накрутил, настроил. Понимаешь, вот на основе личных, то есть человеческих факторов. Друзья, я почему это говорю? Ну, не потому что, ну, мне так кажется. Нет, потому что я просто знаю очень много историй из-за кулисья, да, очень много историй, которые рассказывали сами люди, которые находились или находятся на самых высоких ступеньках власти. И человеческий фактор, роль личности в истории, субъективные какие-то вещи, они, друзья, вот настолько часто вторгаются в расчеты, да. А то, что касается Трампа, это, ну, даже давай так, если мы сложим, вот за время предвыборной кампании Трампа об Украине говорил очень часто. И если мы сложим все его заявления об Украине в интервью, на митингах, еще где-то, они, они будут отличаться. И план его, даже, который он озвучивал, вот по кусочкам, он тоже будет, вот этот кусочек, он противоречит этому, этот, этому. Поэтому здесь очень важно, ну, очень важно, кстати, понимаете, что сейчас себя мы, Украина, да, украинская власть, президент Зеленский, очень грамотно, я бы сказала, и мудро себя ведем по отношению к Трампу. Вот, опять же, и с поздравлениями, и со словами, которые президент Зеленский находит для Трампа. Потому что они вот ложатся, знаешь, как это, идут, как дети в школу, очень, очень в благодатную почву они ложатся. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. И это создает основу для отношений и для того, чтобы мы получили то, что мы заслуживаем, то есть справедливый мир. Поэтому я бы пока вот нашей аудитории, я бы сказала, что мы, ну понятно, мы читаем все, что пишут западные там СМИ. Мы уважаем их источники. Ну я так точно, да, я знаю. Но не надо все это брать на веру, и если там что-то плохое написали, говорить, боже, все пропало, все ужасно. Нет. Давайте вспомним, что многие из этих СМИ писали, что победит Харрис. Ну, например, вот сейчас, да, просто из самой свежайшей истории возьмем. А победил Трамп. То есть не всегда так, как говорят источники, бывает, а чаще бывает наоборот. Я еще хотела бы усуществить во мнении, во-первых, информации о том, что Олег Дерипаска уже чувствует конец так называемой СВО. На России он сделал твит, пост, что Трампа начали поздравлять, доброе утро, новый мир, нефть 50 долларов к маю, мир будет похожий везде. Это было связано, я так понимаю, с тем, что уже отреагировали падением цен на нефть на победу Трампа. Далее я прочитала в Wall Street Journal, что Трампа финансировали крупнейшие нефтяники, и они договорились, что когда Трамп придет к власти, там будет огромная нефтедобыча на территории США, что приведет к падению цен на нефть, а нефть это то, благодаря чему Россия ведет сегодня агрессивную войну. Как ты относишься к таким новостям? Ты знаешь, наверное, с 2014 года я говорю о том, что какие санкции нужны против России для того, чтобы она закончила соваться в другие страны, и в данном случае убралась территория Украины. Да, с 2014-го я об этом говорила. Я просто приводила в пример то, что случилось с Советским Союзом, потому что распался он, я напомню нашим зрителям, кто не помнит или не знает, если кто-то, ну вот есть такая совсем молодая аудитория, а так это, я-то думаю, что все это хорошо помнят, цены тогда на энергоносители, цены упали до рекордных, слушай, по-моему, даже 8 было долларов, по-моему, даже 8 было долларов, и произошло это после того, как Советский Союз, отчитай сегодня Россия, начали войну в Афганистане, Запад врубал санкции, и постепенно, 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 но самыми главными санкциями стало именно падение цен на нефть. Вот это та иголка, в которой спрятана Кащеева смерть, понимаешь, это то, что привело к пустым полкам в магазинах Советского Союза, это то, что привело к абсолютной растерянности людей, и к тому, что когда Советский Союз развалился, когда собрались руководители республик и, в общем, просто подписали ему смерть, смертный приговор, никто, ни один из заядлых, затятых коммунистов или функционеров не вышел на площади, не начал митинговать, идти под администрацией там и протестовать. Нет, все были нормально к этому готовы, потому что зубы на полке лежали, и, в принципе, хотелось новой жизни, и хотелось, помнишь, ножик Буша, то есть Америка же сколько тогда гуманитарной помощи в Россию уже современную отправила, и тогда никто не вякал, понимаешь, про русский особый путь, никто не говорил в России, а сидели, сидели, занимались собой, так вот, конечно же, возвращаясь в Сего Дэння, вот как раз у Трампа, мы ведь это слышали, во время его предвыборной кампании, вот это была, ну, такая, знаешь, такая правильная мысль, которая сказала, вот оно, вот же оно, вот, ну, он, он, он это сказал, потому что мы об этом говорим, это не то, что я донимаю уникальную мысль, мы об этом, многие из нас, да, давно говорят, но только он это озвучил, потому что никто до этого из президентов, ни в Европе, я, ну, я не слышала, не знаю, может, ты меня поправишь, ни в Америке, там, ни Байден этого не говорил, хотя это же очевидно, и в Украине, мы об этом давно, давно, давно говорим, но у нас война с 14-го года, мы говорим о том, что слушайте, ну, в конце концов, вот же этот рецепт, не давайте, вы же сейчас войну против нас, по сути, запад, вы ее подпитываете, вы даете им деньги, вот они, нефтедоллары эти, продолжают вливаться в российскую экономику, и Россия, ей есть на что воевать, сделайте, сделайте цены, вот там, там внизу, это совсем будет другая история, тогда, ну, не хватит этих денег, и нужно будет перенаправлять, хотя бы, чтобы с голоду не начали, понимаешь, умирать, а не на то, чтобы новые танки построить, Трамп об этом говорил, Трамп об этом говорил, и это как раз тот рычаг, когда вот мы обсуждаем Путина, готов ли он к переговорам, там, на своих условиях, да, какие свои условия, а с какой стати он вообще может выдвигать свои условия, какая он экономика в мире, то есть, вот если мы возьмем не величину по территории, а с точки зрения вообще его веса, какая он в мире экономика, там, в рейтингах, я не помню, там, что-то 2 или 0,2 процента всех экономик мира, понимаешь, ну, да, земли много, но все же бестолково, потому что нищие все, все пошло у него на коррупцию и на войну, и на войны, которые он развязал, это отличная тема, и, кстати, Дерипаска, я хочу сказать, это ведь тоже, вот вы следите внимательно за тем, как себя ведут и сейчас будут вести российские олигархи, потому что не только Дерипаска, а еще несколько крупных, очень крупных олигархов, путинских, кстати, уже вот не выдерживают до той степени, что публично говорят о том, что, ну вот, кто-то говорит, война никому не нужна, война невыгодна, то есть появляются такие голоса, Дерипаска до этого, я напомню, наверное, с полгода назад он вдруг, это было так странно, да, не, наверное, больше уже прошло, он вдруг написал, что война неприступна, как-то, что это сумасшествие, то есть он, по сути, назвал Путина шизиком, потому что, ну а кто сумасшествие, кто его развязал, сумасшедший, значит, ну не мы же, понимаешь, развязали, то есть олигархам путинским, конечно же, это все уже вот здесь сидит, но у них совсем другая история, понимаешь, они хотят хорошо себя чувствовать, продолжать обогащаться, но за счет российских ресурсов, выводя деньги из России, то есть зарабатывать или или красть, или зарабатывать, это у кого там как получается, абсолютно для нас не имеет значения, в России отратить на Западе, потому что только на Западе они могут в кайф, в удовольствие потратить, потому что только Запад может им дать вот эту роскошную, красивую жизнь, но что-то они не едут отдыхать, понимаешь, в Сибирь там или в Сочи в свои, ну нет же, и почему-то до сих пор продолжают ходить не в лаптях национальных русских и в кожухах ватниках, а все-таки там в какие-то зили одеваться, в какие-то там брунелла одеваться, понимаешь, айфонами пользоваться, то есть жизнь проходит, вот друзья, опять же, возвращаемся к человеческому фактору, но это все прекрасно, там разговоры о вечном, о высоком, о российской идее, имперской, как они там это все называют, дух русский, но у каждого человека, приходя домой, есть жена, дети, там где-то есть любовница, любовники, то есть есть жизнь настоящая, и она проходит, потому что это все в основном уже не люди, которым 20, которые путь только начинают и впереди кажется, да, еще все успеем, нет, им уже как минимум 50, 60, 70, и сколько им осталось качественных лет, когда вот надо кайфануть, но на что они будут тратить, на то, чтобы эту уроджу Путина лицезреть, ботоксную, и слушать его, в рот ему заглядывать, и кивать по поводу того, что какой особый русский путь, и при этом санкции на себе чувствовать, и нельзя на яхте классной покататься, ты на эту яхту там всю жизнь мечтал о ней, вот, купил самую роскошную, а все, стоит она, арестованная, запечатанная, жена пилит, говорит, куда вы с вашим старым дураком впиндюрились, но все же хорошо было, ну классно, но тут день рождения в Монако, здесь новый год, не знаю, там в Майами, тут еще где-то, понимаешь, поэтому, нет, они вот в том-то и дело, что они все продолжают ждать того момента, вот русская это элита, так называемая, конечно, они все продолжают ждать момента, не из-за того, что они что-то понимают, из-за того, что они адекватные, хорошие люди, из-за того, что им стыдно, что они понимают, что там, они хотят попросить прощения у Украины, столько убитых, жертв, столько разрушений, нет, нет, вот чисто свой животный, эгоистичный инстинкт наслаждений, удовольствий, удобства, потому что это им удобно, им удобно, чтобы война закончилась, и они попытались вернуться опять в цивилизованное общество, и иметь возможность там наслаждаться роскошной жизнью, которую, ну вот, они себе, да, их мужья или кто у них там в семье, они смогли наворовать в России. Финализируя нашу сегодня с тобой встречу, Олеся, как ты считаешь, ты общалась с Дмитрием Гордоном огромное количество раз, писала стримы, и Дмитрий Гордон говорил у тебя на вашем YouTube-канале, что после, в самый важный день, это, соответственно, выборы в США, как вот сейчас и день рождения его тещи, поздравляем тебя, кстати, с рождением мамы, так случилось, вот, что в один день выборы США, исторический для Украины момент, и вот после этого будет понятно, как будет завершаться война, вот ты общалась с Дмитрием, поделись своим впечатлением все-таки о завершении войны уже с новым президентом, еще раз, с днем рождения твоей мамы. Спасибо большое, да, мне очень приятно, я ей передам, да, я думаю, что она эфир посмотрит, поэтому она с первых уст это услышит, Даша, да, после 5 ноября Дима еще раз уже, уже, знаешь, как бы так, с жирным таким вот, как это, капслоком, повторил свои слова о том, что он считает, что горячая фаза закончится в этом году, и что развязка, ну, знаешь, я подбираю все слова, потому что тут я объясню, что я имею в виду, это его ощущение, это его анализ, это его, вот, ну, на основе всей информации, которую он знает, плюс вот такое внутреннее, знаешь, состояние того, что вот он говорит, ну, вот я, я так чувствую, но он, он же не знает, как закончится, он не знает на каких условиях, он не знает, ну, в объеме, да, что, что будет, ну, это никто не знает, слушай, это, вот это не знает никто, но он говорит, я подтверждаю теперь просто 100%, что в этом году горячая фаза закончится, мы не знаем нюансов, мы не знаем, что нам из этого понравится, что нам нет, мы можем только надеяться, вот мы все, и он, в первую очередь, конечно, мы надеемся, что это будет со знаком плюс для нас, и это будет на условиях справедливого мира для Украины, но, учитывая то, что пришел к власти Дональд Трамп, человек быстрых решений и действий, человек импульсивный, человек эмоциональный, человек резкий, этот его прогноз, он подтверждает, теперь уже, да, я же говорю, еще раз, еще раз, еще раз. как сказал Трамп, да, если что, тамагавки, ракеты по Москве, мне кажется, что это было бы просто отменным решением, удары по Москве, кстати, вот уже финал, Олесь, как ты считаешь, Байден до инаугурации Трампа 20 января, 25 года, разрешит нам бить вглубь территории России, или все-таки уже нет? Ну вот мы об этом с тобой сейчас говорили, да, все, все больше надежды на то, что Байден войдет в историю, громко, красиво, весь в белом, они тают, и честно, ну я уже не знаю, ну, мне бы хотелось в это верить, мне бы хотелось так думать, мне бы хотелось, чтобы он, ну вот, чисто с точки зрения даже амбиций своих, для своих детей, для своих внуков, вошел в историю и помог Украине, действительно, помог Украине бороться с этим агрессором, то, что нам сейчас очень нужно, и дал разрешение на то, чтобы мы использовали далекобойное оружие, тем более, что, ну, слушай, ну, сегодня, ну, что тебя сдерживает? Ну, предвыборная кампания закончилась, уже сегодня, никто не может использовать против твоего кандидата, то или иное твое решение, потому что, уже все, все будут смотреть и думать о новом президенте, я очень этого хочу, я знаю, что рядом с Джо Байденом, есть люди, которые ему советуют это сделать, советуют это сделать и обосновывают, почему они так считают, он слушает их, но услышит ли, сделает ли, увидим. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на все YouTube-каналы, Олеси Бацман и Дмитрия Гордона, обязательно, подпишитесь на мой YouTube-канал, «За счастливая», в комментариях напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите, несколько теплых слов в поддержку Украины, и вообще, как вы пережили эту неделю, как вы отнеслись к тому, что Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, One and Only, Олеся Басман, известная журналистка, телеведущая, владельца Медиа Империи. Олеся, благодарю тебя и надеюсь, до скорой встречи. Спасибо, Даша, до встречи.